Дорогие друзья, Валерий Буфановский. Итак, дорогие друзья, это видео к пояснению вот к этой вот статье. Начало нового, увлекательного, профессионального, комплексного мультикурса по Python, Django 2. Итак, что я хочу сказать. Я хочу в этом видео обратить внимание на то, что важно сделать. Во-первых, я хочу школу морально подготовить. Морально подготовить к чему? Поясню некоторые вещи сначала. К чему подготовить? К тому, чтобы вы не боялись сложных вещей. Уровень здесь будет довольно сложный, но мы сделаем просто. То есть разъяснение будет хорошее, как обычно. При этом курс будет идти спокойно. То есть все сумеем разобраться. Просто я у новичков замечаю такие вещи. Что надо понимать сразу, да? Смотрите, человек начинает изучать Python, там прошел пару вещей. Вот такой его уровень знаний. То есть область, которая покрывает вокруг, она не такая большая. Когда он начинает человек изучать больше, 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 то круг расширяется, и область вокруг становится еще больше. Всегда будет у программиста ощущение, что я ничего не знаю. Это нормально. Но это ощущение длится ровно до тех пор, пока программист не ставит задачу конкретную. Как только поставлена конкретная задача, то все знания начинают стягиваться именно к этой точке. То есть происходит чудо, оказывается, я все знаю. То есть начинают стягиваться вот эти знания все. Человек решает задачи. В принципе, школа так и построена, чтобы программист мог писать абсолютно вообще на любом языке. Но чтобы, вот поэтому я и говорю, что в описании видео будет две ссылки. Одна на статью ВКонтакте, другая на статью на сайте. Я вас прошу прочитать статьи. Тут много ссылок на другие статьи и на видео. По сути дела, что это даст тем, кто вообще первый раз начал с этого видео? Это даст возможность вообще понять, как работает школа. Возможность понять мою систему. А ребятам школы просто сгруппироваться. То есть понять, что я от вас жду. Вот именно прочитал статью. Значит, ребят, смотрите. Надо было бы, наверное, пояснить, почему этот курс вообще возник. Когда я начал переписывать СПБ, то есть писать совершенно уже новую школу, где она там, то у меня выявилось море вопросов. Море вопросов по узким местам. И я думал, 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 думал и придумал. Вот сижу я, разрабатываю новую школу. Но зачем в небо тыкать? Все надо сделать проще. Надо ребятам дать курс, где будет, в принципе, комплексная разработка. То есть, по сути дела, будет использоваться много-много вещей. Ну, например, каких вещей? Мы будем работать с шаблонами, мы будем работать с разными библиотеками, мы будем работать с Bootstrap, с сервером. Кстати, это курс продолжения сервера, где мы вот с вами настраивали сервер. Да, настроили простой сервер, он у нас работает. И дальше мы будем делать этот сайт. Но нам надо выявить некоторые вопросы. Какие вопросы нам надо выявить? По сути дела, нам надо выявить слабые места в Python, да? В Python, Django. Это что вам даст? Ну, во-первых, мне это даст увидеть эти слабые места. Хотя я представляю, но надо более конкретизировать. Вам даст возможность этот круг слабых мест конкретизировать вообще для себя лично и проработать, то есть убрать. Значит, за основу я решил взять флюент SMS. Но самой SMS мы пользоваться не будем. Это лучшее из того, что я видел, что написано за последние годы, так как любой проект включает это решение задач контента. Вот именно ребята и решили. То есть быстро взять и решить эту задачу многогранно нельзя. Это надо несколько лет, да? И сам код вот этой SMS, я смотрю, да, он ну, очень-очень классный. То есть есть чему учиться у них, да? Но, как я сказал, использовать саму SMS мы не будем. Мы будем использовать только их части контента, а что касается задумок, то есть написания своих моделей, написания, изучения углубленной джанга, работа с Python, это будет все наше. Мы просто будем эти задачи ставить и просто, чтобы было более увлекательно и полезно, так как вы потом будете делать определенные проекты, и у вас как раз наработается алгоритм. По сути дела, вторая задача, почему я взял эту SMS, я посмотрел, ребята включили, ну, такие самоиспользуемые библиотеки, это классно. Также подключим сюда, мы усложним искусственный интеллект, то есть ряд задач, которые на вашем сайте может решать, решаться при помощи искусственного интеллекта, то есть принятие решений, которые вы определили, надо это уже вводить, потому что я смотрю, что это везде уже работает, во всех проектах крупных, да, давайте попробуем вообще и в мелких проектах использовать искусственный интеллект. если вы спросите этот курс только для джанга, нет, просто серверная часть и именно серверная часть, да, вы вспоминайте инстаграм, в инстаграме серверная часть написана джанга, она самая всегда сложная, все остальные вещи, там, написание приложения всегда все проще, наш мир устроен сегодня так, что все приложения стараются обмениваться информацией, поэтому без сервера никуда, придется его изучать, хотя я говорю почти не вовсе, кажется намного проще, вы подтянете полностью уровень свой, полностью уровень свой подтянете, в принципе я это постарался описать и показать статье, которая настраивала бы, да, обратить внимание на основные моменты, поэтому говорю, что мы будем обращать внимание на слабые места Python, то есть развивать общий Python для решения разнообразных задач, и задачи, которые будут решаться в этом курсе, они не относятся конкретно к Django, эта задача относится вообще к программированию, то есть это будем использовать Jupiter, Jupiter, грубо говоря, чтобы правильно работать с документацией, чтобы разбираться в ней, набивать руку, выявлять, как я сказал, слабые места, но при этом, конечно же, углубляться в Django, то есть это, в принципе, общий ход программирования, работать над разработкой проекта, уже конкретного, изменим суть домашних заданий, уже домашние задания не будут, как ранее в проектах, просто каждый выполняет определенные домашние задания, как все, да, здесь будем выполнять домашние задания на дописывание, то есть если один человек написал там модель, допустим, прокси-модель, то следующий, кто выполняет домашнее задание, он должен взять это написанное и добавить свое, это будет намного интереснее и полезнее, да, то есть включаться в разработку, следующее, вы будете для себя определять определенный круг, то есть тех знаний, которые в принципе вам нужны, почему? Потому что мы будем использовать и Python, и Django, и где-то Ajax, и Bootstrap, и многое-многое-многое другое, почему? Потому что программирование это комплекс знаний, и вы просто должны для себя сделать вывод, что вы сможете все это, да, и программист просто обязан уметь классно пользоваться справкой, потому что все запомнить невозможно, и писать сходу, но это ведь надо нарабатывать. Также мы, почему я взял эту SMS, потому что здесь ребята предлагают интересные структуры проекта, то есть в конце концов все пишут по-разному, но я бы хотел, чтобы вы и вырабатывали свой стиль написания, да, как вам удобно делать проекты, и конечно же надо брать лучшее у тех, кто уже сделал. В принципе на этом я заканчиваю, и так, в описании две ссылки, прочитайте пожалуйста вот эти статьи и посмотрите видео, это уйдет наверное вечер или пару вечеров, но эта информация будет вам очень полезна, почему, потому что в голове вы соберете в принципе с чего, над чем и как будете работать. Это очень важно, потому что в школе очень много тонких моментов, надо понимать как устроена школа, в чем заключается ее система, как раз я включил ссылки, почитать как развиваются другие ребята, то есть их подходы, это все желательно взять сразу с собой для разработки. договорились, да, ну все, все получится, спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!